МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «После обильного снегопада». Не могли сегодня мимо этой темы пройти, потому что... Четыре дня было так-то побольше. Четыре дня, в пятницу. Получается, в пятницу вечером начался. Я в пятницу вместе с семьей уехал из города, в воскресенье вернулся, так что не застал какой-то части этой истории снежной. Но то, что происходило вчера, в понедельник, это, конечно, сюрпризы и сюрпризы непогоды. Я в субботу, когда начался самый сильный снегопад, мы с утра собрались в поликлинику, и я чищу машину с одной стороны, потом смотрю, вот так вот поворачиваюсь, а с другой ее снова замело. Ну что? Ну то есть очень обильные снегопады, конечно, были. Ну у каждого из нас, наверное, своя сейчас история есть. Кто как добирался из дома на работу или с работы обратно домой, я не решился накануне садиться за руль. Полчаса по городу, пешочком нормально. Пройти было можно. Удивительно, почему-то я не нашел никаких комментариев из уст губернатора Кировской области Александра Соколова по поводу прошедших снегопадов. И даже на планерке вчера, по-моему, ничего не сказали. Ну, по крайней мере, давно не слышали. Не очень внимательно, конечно, я слышала, но вот из того, что услышала, по-моему, снегопад вообще не затрагивает. Сети-менеджер Вячеслав Семаков активно в своем телеграм-канале все это комментировал и писал, и выкладывал видео и фото. Насколько я понимаю, сегодня, как ранняя пташка, что называется, Вячеслав Николаевич, в 5 утра прошелся по улицам города, выложил... В 3 часа ночи он выкладывал видео. А, в 3 часа ночи. В 3 часа ночи я видела видео. Я увидел, например, по адресу... Где-то в районе филармонии он проходил, да, и в том числе снимал двор и остался, в общем-то, доволен состоянием. Там прошел, видимо, уже трактор, и все было более-менее прилично. Ну, я, кстати, поднял то, что губернатор говорил в прошлые месяцы по поводу предстоящей зимней уборки. Вот, в частности, еще в сентябре этого года Александр Валентинович писал в своем телеграм-канале о том, что в этом году не должно возникнуть ситуации, когда выпал снег, а подрядчики и техника оказались к этому не готовы. Не должно. А что, в прошлом году кто-то сказал, что снегопад прошел, а подрядчики оказались не готовы? Не говорили. Я не припомню, что кто-то сказал, ой, вы знаете, вот, не готовы мы оказались. И спустя месяц у него еще был пост о том, что в этом году коммунальщики будут работать по принципу гибкого реагирования, то есть выполнять задачи в соответствии с ситуацией. Если не успели посыпать дорогу реагентами до снегопада, то и не надо впустую тратить народные деньги. То есть, видимо, не надо сыпать уже на выпавший снег, да? Опять же, не понимаю, почему, а что, до этого было не гибкое реагирование, не работа в зависимости от ситуации. По-моему, то же самое было, да? Да, я абсолютно точно уверена, что по факту особо ничего не изменилось, скорее всего. Ну, если почитать комментарии в соцсетях и под новостями... Я имею в виду вообще в самом принципе работы. Если почитать комментарии в соцсетях и под новостями на различных информационных ресурсах, то в очередной раз горожане разделились во мнениях о работе у подрядчиков, да, подрядных организаций. Кто-то хвалит, кто-то говорит, все чисто. Но я пытался выяснить географически, где эти люди находились во время снегопада. Я так понял, что центр города, он, как обычно, более-менее поддерживался в проезжем и прохожем состоянии. Да, я, видимо, вчера как раз делала материал по соцсетям, по следам вот этих комментариев. Много было жалоб из периферийных районов города, Ленгасово, Радужный. Вот там, видимо, какие-то проблемы были с очисткой улиц. Но в этот раз мне показалось, люди были более лояльно настроены к коммунальщикам в том плане, что... Более позитивно оценивали? Нет, не более позитивно оценивали, а, скажем так, делали скидку на обильность снегопада. Но все понимали, что количество осадков, выпавших за последние дни, очень большое. Да, то есть прям были комментарии, что люди писали вроде, ну, ребят, давайте войдем в положение, но ведь он сыпет и сыпет. То есть буквально машина, говорит, я, там, мужчина пишет, я своими глазами видел, да, как прошлась техника, улицу почистили, через полчаса я выезжаю из двора, и там, ну, как будто техники и не было. Вот, то есть если бы, говорит, я не видел, что эти машины там действительно прошли, я бы пребывала в полной уверенности, что никакой очистки улиц не было. Вот, поэтому здесь, конечно, наверное, когда-то прям вот такой разгул стихии, обрушиваться с критикой, с такой... Еще и ледяным дождем все это заполировало, да. Это вообще какая-то беда, да, комбо. Да, ну, что касается городской администрации, то накануне около полудня городская управа официально прокомментировала ситуацию, ну, другого, наверное, и нельзя было ожидать. Да, вся техника в работе, все на улицах, на тротуарах, работают круглосуточно. Да, есть проблемы, есть жалобы, но в целом мы справляемся. Вот в таком духе администрация нам эти все вещи прокомментировала. Ну, у нас сейчас есть возможность, да, пообщаться. Екатерина Безгачева с нами на связи, заместитель начальника управления дорожной и парковой инфраструктуры администрации Кирова. Екатерина, добрый день. Добрый. Да, добрый день. Мы понимаем, что у вас сейчас много работы, но нам все-таки в первую очередь хотелось бы выяснить вот эту актуальную, да, оперативную обстановку, чем сейчас конкретно занимаются подрядные организации, где они, что убирают, на чем сосредоточены основные силы. Расскажите, пожалуйста. Да, конечно, у нас все, я думаю, уже заметили, да, что был ледяной дождь, до этого у нас были продолжительные снегопады обильные, с мокрым таким снегом. И сейчас основная проблема, с которой столкнулись наши генеральные подрядчики, субподрядчики, это, конечно, обледенение, в особенности это тротуары. Проезжие части, конечно, сейчас не такие с ними проблемы. В основном у нас большинство жалоб на тротуары, на подходы к пешеходным переходам, на остановки, на оставшийся еще снег в нашей приладковой части, который не убран, не вывезен. То есть акцент сейчас подрядчиков уже не только на проходимость и проезжих частей, и тротуаров, но уже на ликвидацию вот этой скользкости, которая у нас получилась после вот этого ледяного дождя, который ночью закончился. И подрядчики сейчас, в принципе, на уличной дорожной сети, мы как раз сейчас, я сама нахожусь на УДСе, отслеживаем, смотрим, следим за работой, за качеством. В чем, Екатерина, заключается суть борьбы с скользкостью, как принято говорить, вот именно на тротуарной части? Это посыпка реагентами. Чем обрабатывается сейчас в основном? Сегодня, идя по улице Горького, например, утром, я наблюдал картину, когда, ну, обильно посыпано песочком. Давайте расскажу, вот у нас сегодня конкретно вручную ходят мобильные бригады, прибирают, то есть и они распределяют, где-то очищают до основания, то есть это в основном на остановках, вот как раз на посадочных площадках, то есть это как вариант, это очищать до основания, то есть до плитки, либо до асфальта, это первый вариант. Второй, как вы и сказали уже, да, это обработка противогололедными материалами, это у нас есть фрикционные, например, пескостоляные смеси от тех дроблений и щебня. То есть они за счет своего материала, за счет именно структуры не дают скользить. И есть у нас еще галит, всем известный, который именно работает уже, он реагирует со снегом, со льдом и растапливает его, и его нужно потом сметать. То есть сейчас ходят вручную, прибирают, да, зауженные участки, опасные, порядка 14 бригад, в каждой у нас от 4 до 8 человек, и механизировано ходят по городу именно на тротуарах порядка 14 единиц, которые распределяют, впереди у них либо щетка, либо отвал, а сзади у них идет распределитель, тоже они распределяют и галит, и пескостоляную смесь, и от всех дроблений и щебня. — Екатерина, смотрите, вот тут мы с Владимиром вспоминали слова губернатора нашего о том, что в этом сезоне не должно быть ситуации, когда подрядчики не готовы к работе в снегопады, и что должен применяться некий... — Гибкое реагирование. — Да, гибкое реагирование. Ну, мы немного усомнились с Владимиром в том, что раньше было как-то по-другому, но может, действительно что-то в этом сезоне изменилось в плане подхода к реагированию коммунальных служб на снегопады. — Ну да, вот мы ранее, когда встречались, тоже обсуждали эту тему, что у нас добавились подрядчики, то есть у нас произошло некоторое усиление по технике, также по людям, то есть больше людей занимаются именно и самой логистикой на уличной дорожной сети, то есть где, куда, какие маршруты, как кого поставить, какую технику, какие механизмы. То есть таких людей стало больше именно профессиональных, стало больше техники, в основном на асфальтовой части, также привлекли вот и на грунтовые участки. Сегодня тоже проезжали по деревням, то есть это у нас один тоже из важных пунктов, чтобы у нас дороги в деревнях были проезжими, вот поэтому тоже на это акцентируемся. И вот я считаю, что все-таки по сравнению с прошлым годом численно прибавилось немного, конечно, но прибавилось техники, и по логистике, по вот этому всему у нас больше стало людей, именно которые могут настроить работу внутри своих вот этих подрядных организаций, которые у нас задействованы на содержании, что я считаю, это плюс. Но это вы о количестве людей говорите, а именно какие-то подходы там методические, я не знаю, что делали раньше так, а теперь стали делать по-другому. В этом плане, я думаю, что у нас стало, мы пытаемся больше взаимодействовать с управляющими компаниями, то есть в прошлом году мы, наверное, под конец зимы только начали эту практику, когда мы стали созваниваться с управляющими компаниями и договариваться, что вот мы будем вывозить снег, что помогите нам распространить информацию, мы также через администрацию, через благоустройство Кирова, через группы в социальных сетях направляли эту информацию сейчас, вот эту, в эту сторону пытаемся наладить, так как мы ежедневно сталкиваемся с проблемой, что у нас припаркован транспорт, в том числе и на проезжих частях, не только это парковки, поэтому пытаемся комплексно подходить, в принципе, чтобы максимально эффективно отработать и чтобы наш город был, и улицы на нем шире, и чище, и безопаснее, чем в прошлом году. Екатерина, вот еще какой момент, проясните, пожалуйста. Мы не первый год уже слышим, и в этом году тоже об этом говорилось, что при обработке улиц и тротуаров зимой не будет использоваться песко-соляная смесь, не будет использоваться песок. Ну вот опыт этих последних снегопадов показывает, что, повторюсь, да, местами очень обильно уже тротуары посыпаны песком. Это дозволительно делать? Вот именно на тротуарах использовать песочек? Да, согласна, вопрос очень интересный. Тут есть некоторые такие нюансы. То есть у нас галит, например, есть еще такие реагенты, как рассолы, например, да, они при определенных температурах действуют, то есть они работают там, допустим, до минус пяти, то есть переходные на ноль, на плюс-минус. Есть у нас галит, который работает до минус двадцати, дальше он, в принципе, особо не показывает какую-то эффективность в работе, и мы его дальше уже, допустим, если будут крепкие морозы, мы его не сможем уже употреблять на уличной дорожной сеть. Есть фрикционные материалы, к которым относится пескосоляная смесь, как раз-таки она, в принципе, как один из, наверное, можно сказать, единственный вариант, который, ну вот и отсев, дробление щебня, которые именно фрикционные, которые могут спасти от вот этой вот скользкости. То есть мы их применяем не постоянно, а только в таких моментах, когда у нас происходит обледенение, как, например, вот сегодня. То есть у нас такая ледяная корочка появилась, и мы поэтому применяем фрикционный материал, в том числе пескосоляную смесь. По тому, что достаточно сильно, обильно где-то посыпано, согласно, подрядчика, как только видим такие моменты, сегодня вот при объезде тоже зафиксировали пару таких инцидентов, подрядчику сразу направили, он исправляет оборудование, корректирует, потому что не везде у нас там у них электронное оборудование далеко. Вот, поэтому корректируем работу, для этого и есть ДФИ, которые контролируют. Да, как люди, как обычные жители, мы с вами прекрасно понимаем, что уж лучше песком хорошенько посыпать при таких-то условиях, при таком-то обледенении, чем лучше посыпать, чем падать, там разбиваться, что-то ломать. Да, согласна. Но, с другой стороны, грязь, это все потом переходит в весну, потом песок этот весь нужно убирать, его мы несем на своей обуви, в своей квартире, в общем, грязь, 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 а вот опять в эту проблему, в общем, такой баланс, да, такой. Вроде хорошо, а с другой стороны, да, последствия. Еще момент. Можно ли сравнить вот эти два снегопада, да, который был, дай бог памяти, пару недель назад, наверное, да? А в конце ноября? В конце ноября и нынешний, да, то есть по количеству жалоб, по тому, как отработали подрядчики, на ваш взгляд? Да, вот как раз вчера проводили такой анализ, вот такой, можно сказать, детальный. То, что в эти все выходные у нас были, в субботу разбирали, в воскресенье разбирали, какие были ошибки, недочеты. Получается, за этот снегопад в диспетчерскую ГДМС, как вот ранее мы давали телефон, туда поступило порядка... А мы сегодня напомним его. Да, вот, порядка ста обращений за вот эти выходные, то есть за моменты, там был у нас первый снегопад, потом нам погода дала немножко времени, мы, так сказать, доприбирали, привели в порядок, пошел второй снегопад, и вот сегодня ночью у нас появился еще и ледяной дождь добавок к сложности наших мероприятий. Вот, предыдущий снегопад, так как у нас новые подрядчики зашли на титул, я считаю, что отработано было хуже. Что-то, кто-то где-то не знал, где у нас определенные участки, предписаний получили больше подрядчики, наказаны были сильнее. Сейчас, пока мы ведем анализ, да, мы еще не до конца, конечно, ликвидировали последствия текущего снегопада, но по прочному, по реагированию, по тем жалобам, которые были, могу сказать, что в тот раз было более хаотично. А в прошлый раз сколько жалоб поступило? Вот не могу сейчас сказать, что цифра, но помню, что мы с диспетчерской тоже связывались, и они говорили, что постоянно, что у нас были по грунтовым дорогам вопросы, здесь по грунтовкам, я вот их тоже отдельно выделяла, было всего там меньше десятка жалоб, что меня лично порадовало, потому что грунтовые дороги, они у нас достаточно удалены далеко, это не центральная часть города, с ними раньше возникали проблемы именно с доступностью, чтобы люди могли добраться до своего жилья, вот. Ну и город, конечно, у нас всегда провальные в этом смысле тротуары, потому что действительно по технике не все успевают качественно предобработку провести, качественно смести, чтобы на всю ширину, то есть, есть по этим моментам тоже вопросы у жителей. Екатерина, вы несколько раз упомянули об ошибках при работе подрядчиков и о том, что люди звонят и жалуются, вот, когда я прочитал эту новость, как-то немножко удивило меня это, несколько десятков обращений по поводу некачественной уборки. Боже, как можно убрать некачественно? Вот едет снегоуборочная техника, что она неправильно настроена, как-то отвал у нее иначе, что приходится снова возвращаться и переделывать, это же тоже занимает определенное время, и деньги дополнительно еще на это вылетают. Почему разово подрядчик не может качественно убраться? Вот из-за припаркованных машин, возможно, там в том числе, да? Это в том числе, конечно, да. И зависит, конечно, все от механизаторов, мне кажется, от настроенной логистики, то есть, если подрядчик уверенно уже себя чувствует на титуле, он уже там не первый десяток раз, а то и сотен прошел по маршруту, он уже знает некоторые нюансы, где у нас там стоянки, где у нас пешеходные переходы, где как правильно повернуть механизмы в своей технике. То есть тут вопрос опыта, и я думаю, что у нас подрядчики за декабрь этот месяц отработают уже и научатся качественно с первого раза прибирать уличную дорожную сеть и идти на всю ширину и обрабатывать качественно. А по припаркованному транспорту это да, это у нас ежегодная проблема, мы выставляем и вот эти вот знаки, что-то нечет, да, совместно с ГИБДД, и у нас есть перемещение, контракт, мы то есть пытаемся перемещать транспорт, чтобы на всю ширину вывозить снег, например, в ночной период. Выставляют знаки предварительно, что ведется снеговывозка и будет вестись в ночной период. Но люди у нас мало реагируют на такое, иногда прямо перед звеном ставят технику, говорят, а мне все равно, и как хотите, работайте, я вам плачу налоги. Вы знаете, да, вы знаете, поражает еще эгоистичность, да, так скажем, многих автовладельцев, прямо уже вот ролики и видео тут люди снимают в эти дни, когда снегоуборочная техника прошла, ну, вдоль вот улицы, по обочинам припаркован транспорт, автовладелец, разгребая свой автомобиль, он снег выбрасывает обратно на почищенную проезжую часть. Наверное, с этим тоже вы как-то, да? Да, да. С этим тоже вы сталкиваетесь в своей работе. Также есть с управляющими компаниями, с некоторыми ругаемся, или с ОЦЖ, которые тоже выталкивают просто целыми отвалами, выталкивают научно-дорожную сеть, что вот, заберите еще наш снег. Да, я помню, в прошлом году поднимали тоже, да, эту проблему. Поэтому были, да. Вот, смотрите, Катерина Низанна, последний уже момент. Последний, наверное, вопрос, да. Довелось мне вот с утра в субботу ехать по городу, ну, ранним прям утром, и даже, ну, по центральным улицам еще не все было очищено, и видела несколько машин техники, которые вот с ножом, да, правильно вот эта штука называется, едут по улице, по которой еще явная техника не прошла, либо прошла когда-то очень давно. И вот этот нож, он поднят. Вот эта машина куда едет? Почему она не может нож опуститься? Можно было свистеть, опусти нож. Я махала ему рукой, говорю, эй, что происходит, почему? Возможно, смотрите, у нас же есть места, например, есть базы у всех субподрядчиков, да, то есть они у нас, кстати, рассредоточены именно где титул, там, в принципе, у нас и подрядчик базируется. Но бывает так, что, допустим, он идет с пескобазы, там, где он загрузился реагентом, он идет до маршрута определенного, и там начинает именно проводить обработку, либо очистку. То есть у каждой машины есть свой путь, и если вы увидели машину, которая идет с поднятой щеткой, ножом, если она не распределяет ПГ, не ругайте водителя, он едет на точку, откуда он начнет качественно проводить уборку уличной дорожной стене, волнуйтесь. Все понятно. Спасибо большое. Еще один вопрос все-таки хочется задать. Екатерина, скажите, пожалуйста, если, ну, понятное дело, что у нас прогнозы снова говорят о том, что ближе к выходным снегопад продолжится, но вот по вашей оценке, при той интенсивности работы подрядных организаций, которые сейчас есть, к какому сроку город все-таки будет приведен, ну, в более-менее нормальный вид после этих снегопадов? Сегодня, завтра? Когда вот прям вы можете поручиться? Да, вот это хороший вопрос. Сегодня как раз тоже по поручению главы администрации города с этим вопросом разбирались, потому что нужен какой-то срок понимания для людей, когда мы можем подрядчика начинать дергать за то, что он не прибрался ни во время снегопада, когда у него оврал, он пытается обеспечить нам безопасный поезд, проход. Вот, поэтому определили такой реальный срок, что после завершения осадков, то есть вот сегодня дождь там закончился, по-моему, часа в два ночи, примерно так, у нас есть сутки, у подрядчика мы ему даем планово поработать, мы его не дергаем никуда, и он работает именно по своим маршрутам, по обработке, по очистке, по своему титулу, и мы планируем, вот сегодня опять скорректировали снеговывозку, которая была ранена, на три дня расписана, скорректировали снеговывозку и продолжаем работать. То есть сутки – это минимальное время, которое подрядчик у нас прибирает город, сделать его проходимым, и потом он еще в течение, не знаю, дня три точно, он может ходить и зачищать, вычищать карманы, так как, опять-таки, они заставлены, бывает, нужно перемещать и убирать транспорт. И на всякие, на радиусы, на треугольники видимости, то есть фронт работы огромный, работы ювелирные, у нас же еще высажены насаждения зеленые, у нас есть ограждения, у нас есть много прекрасного в нашем городе, поэтому работа ювелирная. Хорошо, спасибо большое за этот комментарий. Екатерина Безгачева на связи с нами была, заместитель начальника управления дорожной и парковой инфраструктуры администрации города. Да, мы тут упоминали телефон диспетчерской службы генерального подрядчика ГДМС, я думаю, что небесполезно сейчас будет его напомнить. Лучше, конечно, записать, потому что номер... Да, мобильного телефона, это 8-922-967-22-34. 8-922-967-22-34. Как говорят в администрации, активно люди жалуются, звонят по этому номеру телефона. И когда мы ранее говорили, в том числе с Екатериной Безгачевой в нашей студии, генеральный подрядчик, если зона ответственности выясняется в ходе звонка, что это суд подрядчика, то ГДМС им информацию передает. Ну и вот несколько десятков жалоб на этот номер телефона в последнее время поступили. Ну и да, надо сказать, что уже городская управа опубликовала график вывоза снега на ближайшие дни, вплоть до середины 15 декабря. Вот на сайте управы можно найти уже эту информацию, в частности, сегодня и завтра будут убирать путепровод на Ивана Попова, Карломаркса, Московская, Комсомольская площадь, Дериндяева, Луганская и так далее. Зайдите, посмотрите. — Константин Сичихин, я так понимаю, с нами на связи. Константин, добрый день. — Да, да. — Руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. — Константин, всего пару минут у нас ярко, емко просим высказаться по поводу дорожной ситуации, сложившейся в последние дни в областном центре. Как вы, как руководитель группы, оцениваете работу подрядчиков? Изменилось ли что-то? Давайте с похвалы начнем, если есть за что похвалить. — Было бы за что похвалить, начал бы с похвалы. — Да, значит, с похвалы не начнем. — Почему? — Не меняется годами. Да, элементарно. Вы посмотрите, какая техника работает на наших дорогах. МТЗ. МТЗ, тракторы МТЗ, которые работали в 80-е годы, которые работали в 90-е. И сейчас у нас администрация говорит, что мы закупаем новую технику. Ну, это позорище просто-напросто, да. Да, у нас старые более-менее КДМ КАМАЗы работают. Но остальная эта техника, она вся до того, не то что даже старая, она до того уже доиподобная, да. Хотя ее до сих пор продают, что просто-напросто эта техника не вычищает наши улицы, наши дороги, наши тротуары до той степени, как это должно быть. Даже в любой более-менее другой город съездить, там, Нижний Новгород, Муртий, Ижевск, там давно уже этой техники МТЗ нету. А мы до сих пор их чистим основные проспекты этой техникой. А сейчас вообще есть возможность, ну, какую-то не эту технику купить? Ну, есть возможность, она закупалась, администрация. Есть несколько хороших автомобилей, которые на сегодняшний день чистят тротуары. Вы видели такие, знаете, зелененькие, беленькие ездят, маленькие, которые многофункциональные. Но почему-то эту инициативу загубили, там, пару лет назад. Вот последняя техника закупилась такая более современная пару лет назад. И после этого мы наблюдаем закупку опять тракторов МТЗ. Нет, я имею в виду даже не финансовый вопрос, а вопрос доступности физической этих транспортных средств. То есть, вот как вот автомобили у нас с рынка постепенно начали там на страну производства уходить. Возможно, с техникой это такая же ситуация. Техники есть. Вся эта техника оснащается нашими, как говорится, нашими приборами, можно сказать. Навесным оборудованием. Навесным оборудованием, это все российское навесное оборудование, да. Просто это надо выбирать, это надо смотреть. Вот недавно же закупили, помните, недавно был пресс-релиз администрации, они закупили на базе Аркад, ну не помню, производителя, неплохое современное уже более-менее современное оборудование по уборке снега. Так это единственная такая установка. До сих пор мы весь снег с улиц, когда перегружаем в самосвалы, убираем старой техникой, которая там 80-х годов. Пора закупать более современное оборудование, чтобы быстрее очищать наши улицы. Да, Константин, понятно, да, очень емко, очень содержательно. Спасибо, да, благодарим за комментарии. Константин Сечехин, руководитель группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Первая часть программы у нас на этом завершается, продолжим очень скоро. Еще раз добрый день, Дарита Пызлеева. Владимир Сметалин. Мы не закончили тему с уборкой города после снегопадов. Мы поговорили о проезжей части, о тротуарах, но ведь еще и... Дворы есть, многострадальные наши. Дворы эти убрать, мы эту тему будем поднимать уже активно после 13 часов. И, надо сказать, 211-101, номер нашего прямого эфира, вы тоже сможете высказаться, надеюсь. Если захотите, конечно, по поводу уборки вашего конкретного двора. Видите ли вы какие-то проблемы, меняется ли что-то с годами. В общем, пообщаемся. Ну, а теперь поднимаем мы немножко другую тему, которую можно было, в частности, прочитать на сайте нашей радиостанции. А новость эту как раз Дарья, собственно, формировала, о чем речь. Что за новые контейнеры у нас должны появиться? К 650-летию Кирова, к юбилею, как у нас обычно сейчас все делается. Накануне просто на еженедельной планерке у губернатора Алла Албегова, исполняющая обязанности министра охраны окружающей среды, рассказала о том, что в ближайшее время все мусорные контейнеры в городе должны привести к единому стилю. То есть они должны быть одинаковой формы, одинакового цвета и выполнены из одинаковых материалов. То есть не будет там где-то пластикового, где-то железного, где-то еще чего-то. А поющими они не должны быть? Поющими какими-нибудь. Ну, не знаю. Знаешь, это есть холодильники, да, через которые можно выйти в интернет, возможно, мусорные контейнеры. Может, они сами будут сообщать, да? Умными. Алла Викторовна у нас на связи, я так понимаю. Алла Викторовна, да, добрый день, приветствуем вас в прямом эфире. У нас есть пять, чуть больше минут для того, чтобы пообщаться на тему закупки новых мусорных контейнеров. Да, достаточно пестрая тут картина в последнее время, если учесть, что еще у нас контейнеры активно портят. Вот те цифры, которые вы вчера у губернатора озвучивали, это исчерпывающий список вот этих контейнеров, которые заменят? Или там в 2023 году еще будет какая-то работа вестись по замене? Да, добрый день. Нет, это не исчерпывающий перечень. Значит, контейнеры будут заменены на всех муниципальных площадках. Я сейчас не готова озвучить точную цифру. Значит, вчера на совещании у губернатора я озвучила только о тех контейнерах, которые есть в наличии. Они оплачены, заказаны купритом. Значит, речь идет о 170 и 220, которые ждут вот сейчас уже отгрузку. Ну, у нас время есть. Значит, вообще я хочу сказать, что замена контейнеров – это, конечно, вопрос регионального оператора Куприта. Но, коли попросили прокомментировать, я вот комментирую. Но так, на самом деле, это, конечно, вопрос регионального оператора. Инициатива тоже регионального оператора. Потому что, когда они получили первую партию ученик-контейнеров и установили их на площадке, они увидели такой эффект. Ну, во-первых, они там более красивые, более нарядные. Свет синий, сигнальный такой, более яркий, привлекает внимание. И что самое интересное, они обратили внимание, что, видимо, граждане, подходя к таким контейнерам, уже задумываются оставить пакет рядом с контейнером или положить его внутрь. Вот сейчас случаи о том, что рядом с контейнером укладываются, когда на площадке установлены синие контейнеры, они очень редки. То есть, прям рядом с новыми контейнерами люди предпочитают не мусорить, правильно? Да, мы понимаем. Да, да, совершенно верно. Психологический такой эффект получается. Да, психологический эффект, да. И решили, что действительно город у нас должен преобразиться, все жители областного центра должны это почувствовать, каждый свою лепту вносит. Региональный оператор решил, что они сделают так. Это очень хорошая инициатива, мы тоже поддерживаем. И вот вчера озвучили на оперативке у Александра Валентиновича. Это, ну, мне кажется, это такой положительный опыт. Ну, видимо, у нас, да, продолжает Алла Викторовна остро строить проблема уничтожения, да, мусорных контейнеров. 73, по-моему, да, вы говорили. 73, понятное дело, что существует за это ответственность штраф, в первую очередь, да, но, видимо, проблема в том, что очень сложно найти тех, кто, да, это сделал. Да, действительно, есть такая проблема. Значит, вот я хочу обратить внимание, что те контейнеры, которые вот сейчас устанавливает Куприт, там специально устанавливается, ну, так, выжигается логотип Куприта, поэтому если с точки зрения воровства, ну, наверное, это какая-то мера, которая позволит, если что, этот контейнер окажется на какой-то площадке частной, то идентифицировать его, да. Идентифицировать собственника, да. А вот с точки зрения вандализма, да, действительно, эта проблема есть. Ну, вы сами понимаете, площадки, если они не на закрытых территориях придомовых, там, где нет шлагбаума, здесь подъезд свободный и может кто угодно ходить, здесь сложно установить камеры видеонаблюдения. Во-первых, это и дорогое удовольствие, ну, сам контейнер стоит 13 тысяч сейчас, 13 тысяч 700, вот последняя закупка была, но виде камера значительно дороже, поэтому, во-первых, вопрос, где их установить, вопрос второй, не получится, что и видеокамеры, когда на открытых пространствах тоже соблазн будет с ними поступить как-то иначе. Ну, вот, пример, мы ставим фотоловушки, у нас иногда с ним, очень жалко, несмотря на то, что мы их там где-то пытаемся спрятать под кроной деревьев, но вот, к сожалению, граждане иногда поступают так. Алла Викторовна, еще момент, да, ну, то есть, ну, возможно, не знаете на него ответ, но с точки зрения вообще охраны там, да, окружающей среды, вот эти контейнеры новые, которые Куприд планирует закупать, они в разрезе раздельного сбора отходов как-то фигурируют вообще? Ну, то есть, или для раздельного сбора отходов все же будут какие-то другие еще контейнеры дополнительные? Ну, вообще, конечно, это контейнеры для смешанных отходов, для раздельного сбора предполагаются немножко все-таки другие контейнеры в другой цветовой гамме и в другом исполнении. И вот с момента, когда мы ведем мощности по сортировке, у нас появляется возможность получить субсидии федеральные на приобретение контейнеров для раздельного сбора и уже масштабно, там, скажем, их установить. Вот в таком ключе Куприд разработал две типовые площадки. Они уже предусматривают и контейнер под смешанные отходы, и контейнеры под раздельный сбор, и контейнер, ну, и как бы площадка под крупногабаритные отходы. Но вот пока мы склоняемся к мысли, и вот в последнее время на федеральном уровне тоже слушаю многие субъекты, приходят к выводу, что надо начинать раздельный сбор с двух контейнеров, смешанные и сухие. Ну, грубо говоря, грязные и чистые. Поэтому в сухих, ну, по большому счету, все то, что может приносить пользу, там, пластик, бумага. То, что может перерабатываться, да? Да, да, да. А вот все, что связано с пищевкой, ну, это такой вот контейнер, который вот вы сейчас видите, новый, синий, полностью закрытый. Спасибо за это пояснение. Спасибо Алла Албегова, исполняющая обязанности министра охраны окружающей среды Кировской области, была с нами на связи в прямом эфире. На этом первую часть нашей программы двухчасовой мы завершаем. Вернемся, напоминаю, с темой уборки города от снега, в первую очередь, дворовых территорий уже после 13.00, так что не прощаемся.